Работа спасателей службы МЧС связана с постоянными рисками для жизни и здоровья, высокой степенью ответственности, психическим напряжением. В связи с тяжелыми условиями службы, законом установлены различные льготы спасателям. Из данной статьи вы узнаете о том, какие льготы и выплаты положены спасателям в России, от чего зависит возможность их получения, как их оформить. Единовременная социальная выплата в МЧС на улучшение жилищных условий. Важно! Единовременная материальная помощь предоставляется только единожды за весь период службы в ведомстве, потратить деньги можно исключительно на приобретение, постройку жилья. Наиболее существенной льготой, на которую вправе рассчитывать служащее Министерство чрезвычайных ситуаций, является единовременная материальная помощь при покупке или строительстве жилья. Впервые закон, согласно которому предоставлялась бы выплата, обсуждался в 2013 году, а в 2015 году был утвержден порядок ее предоставления. Кто решает вопрос о выплате единовременной помощи, кто вправе обратиться за выплатой, важно. Обратиться за разовой выплатой на улучшение жилищных условий можно только при выработке 10 лет стажа в ведомстве. Для изучения ситуации каждого обратившегося за выплатой спасателя была организована специальная комиссия, от решения которой будет зависеть предоставление льготы. В ее функции входит занесение заявок в базу данных, изучение представленных документов, вынесение решения о предоставлении денежных средств или об отказе их выдаче. Заявление «Смотреть образец» и приложенные к нему бумаги могут быть поданы следующими лицами – самим спасателям службы МЧС, супругам спасателя, если имеется свидетельство о заключении брака, несовершеннолетний ребенок спасателя. Дети спасателя в возрасте до 23 лет, имеющие инвалидность любой группы, вдова, вдовец сотрудника МЧС, при условии заключения официального брака на момент смерти спасателя, иждивенца спасателя. Читайте также статью «Единовременная социальная выплата сотрудникам МЧС в 2020 году». В ней подробно рассказывается о процедуре обращения за выплатой и о необходимых документах. Размер единовременной выплаты сотрудникам МЧС, согласно нормативам жилой площади, для проживания одного человека, необходимо как минимум 12 квадратных метров площади квартиры или дома. Региональными властями может устанавливаться своя норма, которая не может быть меньше обозначенного выше показателя. Следует также иметь в виду, что социальные нормы проживания предполагают предоставление следующих площадей. Норма площади жилья количества жильцов 33 квадратных метра для жильца, проживающего в одиночестве 42 квадратных метра для двоих жильцов 18 квадратных метров, в некоторых регионах 16 квадратных метров, на одного человека для проживания семьи из трех и более человек, если жилье спасателя МЧС не соответствует упомянутым требованиям, он получает право на единовременную помощь для расширения жилплощади. Если площадь квартиры или дома достаточная, внимание обращается на следующие моменты – качество строения частного дома или многоквартирного здания, степень износа жилого помещения, насколько важно проведение ремонта или реконструкции. Был ли жилью присвоен статус аварийного? Если ответ хотя бы на вопрос положительный, спасатель имеет возможность подавать документы на предоставление ему единовременной выплаты. Но существует и еще одного условия – ни у одного из членов семьи не должно быть отдельного жилья, куда могла бы перебраться семья. Что касается размера социальной выплаты, сумма будет зависеть от выслуги лет. Чем больше спасатель работает в ведомстве, тем больший коэффициент учитывается при расчетах размера выплаты. Также принимается во внимание средняя рыночная стоимость 1 квадратный метр площади жилья по региону проживания спасателя. Максимальный размер помощи не может превышать 70% от стоимости, положенной по размерам квартиры, дома, ремонта или строительства. То есть, как минимум 30% должны быть оплачены за счет самого спасателя. Льготы спасателям, касающиеся их здоровья. Абсолютно все сотрудники ведомства имеют возможность получения на безвозмездной основе медицинской помощи. Причем, если спасателю требуется незамедлительная помощь, он вправе обращаться в обычные государственные поликлиники, а не только в ведомственные лечебные учреждения. Для самих сотрудников МЧС, а также для членов их семей, создаются прекрасные условия в плане профилактики болезней, укреплению организма и восстановлению здоровья. Им открыты особым образом благоустроенные и полностью оборудованные оздоровительные учреждения, места отдыха, при этом плата за пользование медицинскими услугами не взымается. Посещать ведомственные санатории вправе исключительно служащие министерства, поэтому очередей на получение путевок нет. При этом сотрудникам полностью оплачивается проезд к месту лечения, оздоровления. Если спасатель несет службу в местностях с суровым климатом на Крайнем Севере, на приравненных к нему территориях, в Сибири он получает право на оздоровление каждые шесть месяцев, но при этом оплачивается лишь половина стоимости проезда к месту. Отдыха. Спасателям полагаются все привычные обычным гражданам выплаты пособия по уходу за ребенком, федеральные и региональные пособия на детей до полутора и до шестнадцати лет соответственно. Дети дошкольного возраста сотрудников МЧС получают право на первоочередное зачисление в детский сад, и учащиеся тоже будут обеспечены путевками для поездки в ведомственные санатории. Экспертное мнение. Сотрудники МЧС всегда могут рассчитывать на получение льгот, установленных федеральным законом от 30 декабря 2012 года, номер 283 ФЗ, о социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. К неизменным льготам, которые имеют право оформить служащий Министерства чрезвычайных ситуаций, относятся выдача снаряжения и форменного обмундирования, помощь сотрудникам, нуждающимся в улучшении условий проживания, предоставление, бесплатных путевок в дома отдыха и санатории, возмещение расходов на лечение, выплаты страховки, оплата проезда в обе стороны при необходимости оздоровления в санаторно-курортном учреждении, преимущественное право приема в детские сады для детей-служащих. Сравнительно недавно появилась также возможность получения единовременной выплаты, предназначенной для покупки или строительства жилого помещения. Порядок предоставления помощи был установлен приказом МЧС России от 14 января 2015 года номер 6 об утверждении порядка формирования и работы в МЧС России комиссии по рассмотрению вопросов предоставления. Законодательные акты по теме. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года номер 283 ФЗ о социальных гарантиях сотрудникам МЧС, приказ МЧС России от 14 января 2015 года номер 6 о порядке формирования работы комиссии, решающий вопрос предоставления жилищной субсидии постановления правительства. РФ от 9 сентября 2016 года номер 894 о размерах компенсации за наем, под наем, жилья типичные ошибки. Ошибка. Вдова спасателя МЧС обратилась за оформлением единовременной выплаты на улучшение условий проживания, после чего за аналогичной помощью в ведомство обратилась его дочь-инвалид. Комментарий. Если кто-либо из родственников сотрудника МЧС уже подал заявление на предоставление единовременной помощи, другой член семьи или иждивенец утрачивает такое право. Ошибка. Сотрудник МЧС обратился в комиссию ведомства для оформления единовременной субсидии на покупку жилья, в то время как стаж службы в ведомстве составляет 5 лет. Комментарий. Сотрудник МЧС должен отслужить в ведомстве как минимум 10 лет, прежде чем обращаться за данной льготой. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Можно ли спасателю службы МЧС потратить единовременную выплату на проведение капитального ремонта жилья или на погашение ипотечного кредита? Ответ. Да. В данном случае под улучшением жилищных условий подразумевается покупка. Жилого помещения, строительство частного дома, погашение целевого кредита, проведение ремонта. Вопрос номер два. Может ли спасатель МЧС рассчитывать на единовременную выплату для покупки квартиры в размере 100% стоимости жилья, если у сотрудника МЧС внушительный трудовой стаж в ведомстве? Ответ. Нет, каким бы ни был трудовой стаж в МЧС. Сумма единовременной помощи не может превысить 70% от стоимости квартиры, дома, строительства, реконструкции или ремонта. Всем пока.